Работают, когда обход закончен, людей нет. Сейчас вот надо смотреть по результату. Вот два года прошло, стоит только бетонная коробка. И вот нашего 30-го корпуса, и то не до конца. Это как коровник построить. Это самые начальные бетонные черновые работы. Почему их строить два года? А деньги выделены огромные же. 17 миллиардов рублей. Это можно город построить. Куда деньги уходят? Куда они? Где они оседают? Где этот контроль за этими деньгами? Почему в отчетах написано, что какие-то кондиционеры закупают, какие-то компьютеры и так далее? Какие настройки сейчас кондиционеры и компьютеры? Вы вот это вот решите. Это под вас деньги выделили, правильно понимаю? Да, да, подрициальные корпусы, это государственные деньги, это уже деньги налогоплательщиков. Во всех статьях написано в газетах, что это выгодно этим людям. Вот бесконечная вот эта вот волынка с обманутыми дольщиками. Потому что именно обманутые дольщики являются источником этого финансирования. Под них выписывается, они же сами контролируют, они же сами распределяют и в карман на себе кладут. Большая бесконечная кормушка. Об этом надо говорить открыто. Поэтому я обращаюсь еще раз к высшему начальству, к высшему руководству нашей строительной отрасли. Хватит врать, начните строить. Сколько можно присваивать себе эти деньги, жить на царских площадях, в которых вот Хуснулин сейчас, вот это невозможно смотреть. Сколько это можно прятать свои доходы. Они не государственные доходы. Они, вернее, государственные. Они у людей забирают эти деньги. Сколько можно видеть, как они ненавидят и презирают свой собственный народ. И когда прекратится эта кормушка в нашей стране.